окей здравствуйте все кто сейчас здесь кто в записи в будущем сегодня понедельник и по нашему плану такой чуть более подробная настройка соответственно если вам мешают мои слова больше вам как нравится на себя ориентироваться и это правильнее считаю вот это да просто отключайте меня не стесняйтесь хорошо ну что же давайте начнем с позы усядемся удобно стойчиво почувствуем как она сейчас переживается чувствуется проверим два основных таких фактора ты позы действительно тут устойчивость внизу стабильность сидения и прямой позвоночник здесь важно не задирать бородок и вот чуть-чуть топить в горло не опускать не задирать а как утопить можно потянуться макушкой почувствовать всю позу свою как сейчас сидится затем мы можем переключить внимание на визуальный канал как-то так оглядеться в пространстве посмотреть в него сначала просто на разные объекты переводя взгляд с одного на другой встречаясь с ними и в момент вот этой встречи можем осознавать себя осознавать собственно свой взгляд осознавать этот момент что мы сейчас в контакте с определенным объектом как это переживается объекты разно удаленные какие-то дальше какие-то ближе них есть свои цвета форма и все это каким-то образом действует на нас можем это замечать отмечать на что-то хочется смотреть задерживаться взглядом чего-то хочется взгляд отбивать отводить может быть дальше можем также замечать какой выбор мы делаем этот момент встречи взгляда с чем-либо оставаться с этим уходить от этого как именно это происходит также можем вспоминать о том что пространство трехмерное можем смотреть вправо-влево вверх и вниз куда-то вглубь вдаль или чуть ближе хорошо вот сейчас немножко оглядевшись чуть более внимательно побыву с этим аспектом нашего бытия переживанием себя в пространстве через взгляд можем обратить внимание на свое переживание себя в целом в пространстве как вы себя чувствуете в нем после того как вы чуть-чуть огляделись влияет ли это на вас какое-то немножко другое ощущение возникает себя в этом месте затем можем посмотреть перед собой как уже не фокусируясь ни на чем просто отпустив взгляд как-то его смягчив позволить им позволить вам расслабиться как будто так чтобы границы объектов границы предметов чуть-чуть поплыли вы могли видеть все поле своего зрения включая самые-самые границы этого поля сверху боков может быть даже часть своего тела видеть хотя мы смотрим перед собой где-то на периферии можно видеть в том числе свое тело и затем можно позволить глазом закрыться и опять обнаружить изменения что меняется когда визуальный канал ушел из восприятия что восприятие начинает приходить теперь разворачиваться в нем как-то ощущение тела мысли это общее состояние еще что-то звуки может быть что становится заметнее давайте сейчас обратим внимание на то что мы называем общим состоянием или как я называю это метафорически внутренней погодой какая она сейчас как вам сейчас целом давайте делаем несколько глубоких вдохов мягких выдохов чувствую как такой вздох глубокий вдох и долгий отпускающий выдох выпускающий выдох как это действует нас меняет ли это что-то хотя бы чуть-чуть в общем переживание себя телесном переживании себя хорошо и потом отпустим дыхание пусть она дышится как хочет опять заметим а как она хочет если мы не контролируем дыхание если позволяем утечь как бы она хотела саму каким она становится как она меняется может затем опустим внимание в точке опоры в таз почувствуем плотность контакта с опорой ягодиц если это не очень хорошо чувствуется плотность контакта можем сжать ягодицы втянуть промежность подержать так какое-то время все мышцы таза в сжатом таком состоянии сильнее сильнее сжать и потом отпустить и по контрасту почувствовать что сейчас меняется если это ощущение такого неспешного усаживания постепенного уплотнения контакта мы можем побыть этим ощущением как-то насытиться им немножко чувством опоры физической чувством доверия до тела доверяет до поля хорошо и потом начнем подниматься вверх позвоночник по своим вниманием выше 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 чувствую что это меняет малейшие какие-то изменения положение внимания в теле как это влияет на тело как это влияет на общее состояние когда мы доходим до грудной клетки что с ней происходит что происходит с дыханием меняет лет что-то когда мы идем выше доходим до макушки головы и вот здесь можно подвесить голову за макушку будто за ниточку опять почувствовать влияет это как-то на тело влияет это в целом на вас на на общее состояние макушка утягивается вверх а все тело какого-то стекает вниз затем соединим с вами внимание эти два аспекта макушка вырастающий вверх и вес тела стекающий вниз протекающий сквозь тазовые кости впитывающейся поверхности которые мы сидим сразу одновременно два этих вектора внутреннего движения вниз и вверх между ними позвоночник он тут же обнаруживается как связывающая линия можем покачаться немножко вперед-назад чтобы почувствовать а где как это переживается если позвоночник действительно вертикален где он опирается сам на себя вот три этих элемента теперь можем как бы обняв их вниманием позволить ему равновеситься и мы сейчас можем замечать когда мы отпускаем какой-то контроль этого и просто приглашаем тело уравновесить себя и сами можем просто наблюдать этот процесс когда мы полевым усилием ничего не делаем но наблюдаем как тело уравновешивает себя саму процесс балансирования когда это происходит и само и частично вы участвуете в этом здесь можем это улавливать одновременность я делаю и я не делаю давайте на несколько мгновений положим одну руку на грудь другой на живот почувствуем это прикосновение к себе в контакт с собой он переживает сейчас и зададим вопрос зачем я медитирую зачем я здесь зачем я выделил себе выделила себе это время что я хочу что я тут делаю и как-то ответив на этот вопрос можем посвятить эту практику сегодняшнюю вот этой ценности чему-то важному зачем вы решили это делать затем опустим опять руки положим их как удобно снова вернемся к этой позиции к этой форме стойча снизу легкость вверху позвоночника внутренней овощи и затем пройдем по зонам тела чувствуя как наполнение их вниманием такое касание вниманием само по себе что-то производит что-то делает с этими зонами что-то меняет начнем с глаз мышц вокруг глаз пространство за глазами нижнюю челюсть можем отпустить позволить ей повиснуть зубом рожаться почувствуйте вес язык во рту он должен лежит спокойно во рту мягко лицом мышцы кожи лицом если мы вспомним снова макушки головы которые мягко очень тянется вверх а плечевые суставы при этом могут стекать след за руками вниз что происходит между головой и плечами плечевыми суставами в этой зоне шеи плечи и руки от плечевых суставов до пальцев и можем почувствовать тоже вес рук как они лежат спокойно какие-то ощущения в руках чувство спокойствия в руках и затем спина тебя спина сверху до низу спина дышит как это взаимодействует друг с другом прямота устойчивость и в то же время достаточная мягкость дыхание хорошо еще раз сон челюсть язык пойдем за дыханием внутри горла можно чувствовать как он льется течет дыхание в горле и как она затекает грудную клетку как грудная клетка поднимается опускается она расширяется спадает во все стороны одновременно ребра вся грудная клетка и солнечное сплетение живут если вы чувствуете что он втянут живот может отпустить его позволить ему действительно как-то отпуститься стенки живота на какое-то время ненадолго и можем наполнить своим вниманием всю эту все пространство весь объем живота чувствую его как пространство действительно погружая внимание куда-то самую глубину живота самый низ пах промежность еще раз ягодицы чувствуют это опоры веса тела весь таз можно представить как такую чашу в которой стекает вес сверху вниз вес всего тела и ноги от тазобедрных суставов к стопам затем снова вернемся к позе как целому да мы можем опять почувствовать основную структуру нашу устойчивость внизу позвоночник вырастающий вверх и макушка головы устремлен наверх при этом все мышцы тела стекают вниз мы можем сидеть так как гора устойчиво стабильно наполнена наполняя собой своим переживанием этой воплощенности присутствие присутствие просто сидеть просто сидеть вверх опять мы можем свериться с внутренним состоянием с той самой внутренней погодой почувствовать как сейчас прошло около 20 минут практики мы как-то у телешились в телешились влияет ли это как-то в целом на вас на ваше общее состояние хорошо теперь вот в этом нашем сидении давайте почувствуем обратим внимание просто обратим внимание на дыхание как такой поток жизни текущий через нас прямо сейчас поток движения внутреннего мы можем как будто бы войти в этот поток войти в это пространство дыхания и каждый из нас может просто почувствовать а как сейчас сейчас вот вам было бы удобней быть со своим дыханием в каком-то локальном участке может быть в ноздрях в животе в груди в спине или большого вот этого во всем потоке дыхание как целого как он переживается как целое как вам прямо сейчас было бы удобней быть со своим дыханием чувствовать его переживать его если вы обнаружите такой вот способ то мы можем в нем оставаться а если внимание уходит на что-то еще звук отвлекает его или в мысль погружается в тот момент когда вы вспоминаете что у вас есть дыхание прямо сейчас просто немедленно мягко возвращайтесь сюда как будто как соскальзывает в это пространство дыхания как будто бы размещая себя в нем располагаясь там удобно в своем дыхании в своем дыхании в своем дыхании Второй аспект. Который мы можем добавить к этому переживанию дыхания. Такое более активное чувствование в него. Такое любопытство, интерес. Мы можем прям проявлять этот интерес. Как переживается вдох, наполнение, расширение. Как переживается выдох, спускание, расслабление. Как переживается пауза, если она есть. Как переживается каждый дыхательный цикл во всех его этапах. Как дыхание меняется. Иногда, может быть, вздыхая поглубже, иногда затихая совсем. Продолжение следует... Хорошо. Хорошо. Теперь мы можем, продолжая чувствовать дыхание, продолжая быть с ним, снова обратиться к тому, что мы называем общим состоянием. Влияет ли вот это такой вот способ бытия со своим дыханием? Какой-то очень такой интимный, очень близкий. Влияет ли это на вас в целом? Делает ли это что-то с вашим общим состоянием? И следующим этапом нашего путешествия внутреннего. Давайте пойдем в расширение. Так, чтобы это путешествие было не только внутренним, но и одновременно внутренним и внешним. Где, может быть, этой границы уже нет. И дыхание, это как такое, может быть, основой нашего опыта. Там есть, она течет, может быть с ним частью внимания. При этом расширить внимание снова до переживания своего сидения всем телом. Наполнить еще раз все тело своим вниманием. Заполнить его собой. Чувствую при этом дыхание, текущее в теле. Когда мы просто сидим и просто дышим. И чувствуем каждое мгновение этого сидения и дыхания. Затем можем сделать следующий шажок к расширению внимания, поля сознания. И начнем просто слушать те звуки, которые есть сейчас. Моголос, как один из них, какие-то еще звуки у вас. При этом не теряясь поля внимания. Также тело и дыхание. Ползай, дыхание. Потом в этом слушании мы можем попробовать сменить акцент слушания звуков непосредственно на слушание пространства. Меняет ли это что-то? И затем мы можем продолжить это слушание. Такую игру со слушанием. Если мы начнем уводить свое слушание в разные стороны, увеличивая это пространство куда-то до бесконечности. Пространство слушания. Вот такое воображаемое действие влияет ли как-то на вас тоже. При этом тело здесь, дыхание здесь тоже. Если для вас это удобно, сейчас мы можем приоткрыть глаза не очень широко, посмотреть расфокусированно, просто как будто впуская через глаза мир. Если взгляд фокусируется на чем-то, то мы можем замечать это и мягко отпускать. Сам этот момент отпускания взгляда, отпускания фокуса. Вот ее тоже можем замечать. Как это происходит? Что в этот момент происходит? Давайте какое-то время посидим вот так одновременно, слушая пространство, видео, чувствуя тело, чувство дыхания. Отпуская всякое усилие. Если вам помогает все-таки для удержания какого-то такого очень мягкого, но безусильного, но все-таки удержание большего присутствия, помогает счет дыхания, тут можно взять небольшое такое, небольшое число, например, три дыхательных цикла. И вот в течение этих трех дыхательных циклов пребывать со всеми этими тремя каналами восприятия, но без усилия что-либо увидеть, что-либо услышать, что-либо почувствовать. Просто быть. В течение трех дыхательных циклов. Потом следующих и следующих. Так посидим какое-то время. В течение трех дыхательных циклов. И затем мы можем позволить глазам снова закрыться, почувствовать, что это меняет. Какие-то очень небольшие действия мы производим. Управляя куда-то внимание, открывая глаза или закрывая их. Можем замечать, как такие маленькие крохотные действия влияют на нас. На что они влияют? Как они влияют? И затем мы можем положить руки снова одну на живот, другую на грудь, почувствовать это прикосновение и тоже обнаружить, а влияет ли вот такое прикосновение на вас как-то? Делает ли это что-то с вами? Опять очень маленькое действие. Касание себя руками. И так чувствую себя, касаясь себя как-то так мягко, нежно. Давайте сейчас добавим еще такую игру с образом, образом света, которым делаем каждый день. Если мы вспомним о том, что сознание мы можем представить как пространство, пространство наполненное каким-то содержанием сознания, ощущения, мысли, чувства, звуки, любое, любые вот эти феномены восприятия, это все содержание сознания. Вот если сознание, это пространство, где это содержится, если это пространство заполнится светом, просто мы можем представить себе это, не важно, насколько ярко. И не просто пространство может заполниться светом, но само содержание превратится в свет. Например, звуки. Например, вот звуки моего голоса, другие звуки, ощущение тела вашего, даже самые неприятные, болезненные какие-то, если все это сотканное из света. Любая мысль, любое чувство, любое переживание, если все это сотканное из света. влияет ли как-то на вас вот этот образ, это воображение, акт воображения. Затем одну руку давайте оставим на себе, вторую выложим так вот, как-то на колено положим, таким образом, чтобы она была открыта ладонью к миру. И сам этот жест, можем его тоже как-то прочувствовать, как тело выражает определенные качества, определенные переживания, когда мы касаемся одновременно себя, как будто мы касаемся мира или направлены к миру одновременно, одновременно с собой, с миром остаемся. Дальше можем продолжить эту игру со светом и представить, что свет внутри, его источник внутри, может быть в сердце, может быть где-то еще почувствовать это как-то для себя более органично. Этот свет, освещая все ваше тело изнутри, выходит наружу и освещает все пространство вокруг вас, идет дальше, дальше, и он может проникать сквозь любые стены, он может проникать в дома, освещая улицы, какие-то пространства, какие-то пространства, других людей, других существ, деревья, траву, все, что в какой-то округе вокруг вас есть, и этот свет может расходиться дальше, и дальше, и дальше по этой планете, на которой нам довелось с вами коротать свои деньки. дальше он может уходить куда-то в бесконечность, к солнцу, дальше к звездам, куда-то в какую-то даль, невообразимую даль. и вот если этот свет одновременно там, где вы сейчас, ваше тело, и вы чувствуете себя сейчас, свой центр, так же он одновременно везде, во всей вселенной, которая нам довелась коротать сайденьки. и все это наш дом, и все это вы. То как это? Если мы просто вообразим себе это, влияет ли как-то на нас это? Затем мы можем специально этот свет направить на разные группы людей. Давайте первых возьмем с наших близких, дорогих людей, кого мы действительно любим, кто нам дорог по-настоящему. Мы можем кого-то обнять их этим светом, осветить, согреть. Может быть, через этот свет дать им какую-то поддержку, смягчить их сердца, их страдания. Потом вздохнуть, пускай этих людей, чувствуя, как на вас это повлияло, повлияло ли как-то вообще. Направить свет на людей, к которым у вас нейтральные отношения, какие-то знакомые, но не очень близко, кому у вас нет специфических каких-то ярко выраженных чувств. Но если мы тоже как-то согреваем их, смягчаем, может быть, их сердца этим светом, то как это отзывается в вас сейчас? И затем следующую группу людей опять можем вздохнуть и представить себе тех, кого мы не любим, тех, кто нас, может быть, раздражает, злит, а может быть, мы чувствуем их как врагов и даже ненавидим их. Если есть такие люди в вашей жизни, попробуйте направить свет на них и можем просто почувствовать, а что это делает с нами? Делает ли что-то? Скорее всего, это будет хоть другой оттенок, чем с первыми двумя группами. Какой он? И так же можно опять вздохнуть и отпустить этих людей в своей памяти и своего воображения. Затем мы можем вспомнить или представить себе людей, кто сейчас страдает сильнее и больше, чем мы. Такие есть. Такие всегда есть. И можем тоже как-то их обнять этим светом, согреть их, дать им тепла чуть больше нежности, может быть, дружественности, доброты. И затем следующая группа. Да. Давайте мы представим друг друга. Мы сейчас с закрытыми глазами, но мы знаем, что есть несколько человек, которые здесь прямо сидят. Есть кто-то, кто будет в будущем смотреть это, слушать это. Это мы можем всей этой нашей небольшой группе, этой самки людей, находящихся в разных точках мира, тоже послать этот свет так, чтобы наши вот эти цвета смешались разными цветами, заиграли бы, может быть, какими-то разными оттенками. Хорошо. Потом мы можем еще подумать о себе и представить как-то себя как другого и отнестись к себе как к другому и обнять себя и осветить этим светом. затем мы можем пожелать и себе и другим людям чего-то, что важно именно для вас. Я произнесу какие-то свои слова, вы произнесите свои. то, что связывает вас со своими ценностями, то, что важно именно вам, но в тот же день вы хотели бы проводить это в мир, через себя, воплощать это в мире и для себя, и для других. я хочу, чтобы в мое сердце, в мою душу пришло больше уравновешенности, покоя, мира, доброты, дружественности, любви и свободы. Хочу также, чтобы другие люди испытывали в своем сердце мир, больше спокойствия, больше дружественности, дружелюбия, доброты и свободы. Внутренне и внешне. Хочу не переставать чувствовать таинственность происходящей жизни, быть с этим в контакте, удивляться и исследовать. Я же хочу, чтобы другие люди, для кого это важно, шли своим путем из своего исследования жизни, не переставали удивляться, изумляться в жизни. Хочу, чтобы поток творчества как-то реализовывался через меня, воплощался во мне. Также, чтобы другие люди воплощали то, что важно для них, пропуская через себя эту энергию творчества. Хочу быть здоровым и хочу, чтобы другие существа были здоровы. хорошо, и затем мы можем положить, если у вас есть что-то сказать, скажите, и потом можем положить руку вторую на себя еще раз. Еще раз почувствую двумя руками. И самое последнее. Можем представить сегодняшний день, если он у вас начинается, или всю неделю, если вы так как-то неделями живете, тоже измеряете время. Как некое пространство, которое нам предстоит пройти, как-то воплотить себя, свои ценности, себя, что для нас важно. Если мы осветим это пространство светом, просто спросим себя, что важно, как я хотел или хотела бы жить это время. Как себя воплощать, как день, как неделю, как время. Пусть нас ведут по этому дню и по неделе два вопроса. Как я сейчас, что со мной сейчас и куда я движусь, как я движусь, как я хочу. После этого можем как-то огладить себя, потереть, помять, где-то потянуться, подвигаться, размяться, оглядеться вокруг себя, как сейчас видится пространство. И послушаем гонг как завершение, формальное завершение. практики. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что же, давайте поговорим, как сегодня, как вы, как практика в жизни. Алина, включайтесь. Да, доброе утро, Валера, доброе утро, группа. Такое мягкое начало недели. Оказалось, что у меня звук, что у меня звук уменьшен в два раза на компьютере. Я, видимо, вчера уменьшил, утром не проверила и думала, почему так вот мягко, тихо, как фоново звучит, Валера. Но как раз ваш голос очень-очень так, такое сопровождение получилось, когда вот реально голос звучал фоново и ничего не надо было делать. Вот просто сижу, сижу, но все само происходит. И действительно, вот это состояние сижу, дышу, слышу, вижу. Вот это состояние быть просто, оно становится у меня какое-то такое объемное, ощутимое. И когда следующий был этап прикосновений, вот именно я сегодня как-то прикосновение руки положить на свое тело, вот именно сам процесс касания себя. Я как-то пережила сегодня не столько такая интимность, какая-то такая трогательность, даже где-то уязвимость. Аж слезы у меня в общем-то пошли, потому что вот в этом касании себя и когда открывали ладонь мира, почему я тоже ощутила касание, как ладонь касается мира, мир касается моей ладони. Настолько сегодня это было трогательно, даже можно сказать. Благодарю за правду. Спасибо, Галина. Ну, это слово уже трогательно, оно собственно это отражает, да, и поэтому ну, есть же вообще-таки теории, научные теории, что мы можем по-разному это оценивать, но что сознание, оно вырастает из телесности, да, поэтому большинство наших метафор психологических, каких-то они связаны с сознанием, ну, с телом, что там взвалил на плечи много, там что-нибудь взвалил, или там ноги подкосились, ну, как в метафорическом смысле, да, то есть потерял почву под ногами, или вот это касание физическое тоже, да, но как-то мы можем касаться своим вниманием чего-то и быть с чем-то, поэтому конечно вот, ну, и не зря вот именно в этой традиции, которую я представляю в практике, но очень важно вот это утилешивание как раз, что мы прям очень-очень долго и подробно в это входим, чтобы, ну, как-то вернуть себе тело, вернуть себе вот это переживание себя в теле, после чего можем как-то уже расширяться в другие какие-то сферы касания внимания, а через другие каналы восприятия, но при этом вот утилешина, потому что все-таки проживаем опыт, присутствуем и всем собой, включая вот тело и сознание, они в общем-то не разделенные, поэтому мне кажется, это хорошо, если мы начинаем прямо познавать в опыте вот эти, что это больше, чем метафора, что это что-то такое очень глубинное какое-то переживание. Окей, Елена, я вижу, вы подняли руку тоже. Да, я вот сегодня заметила перед практикой, что я очень рано проснулась и у меня было очень много мыслей. Перед самой же практикой у меня начало сильно бросать сон и даже хотелось сегодня отменить медитацию, но я как-то уже понимаю, что эти состояния погружают в очень сильное такое омраченное такое сонное состояние, что это как раз перед медитацией, перед какой-то внимательностью работы и действительно когда мы сели в медитацию вы начали проговаривать поэтапно этот сон сразу как бы рассеялся и вот интересный был момент, что какой-то вот именно не от меня, то есть я наблюдала телесные свои ощущения и в какой-то момент получилось так какое-то более разряженное пространство, то есть себя почувствовать как-то невесомое что-то и потом заметила как вот это вот в теле что мне все время говорить я прям его почувствовала вот эту разницу когда у меня перед практикой были еще отпечатки каких-то событий мыслительные вот эти вот все как бы образы и как-то было мне очень и почувствую насколько вот по-разному то есть вот именно когда я в теле я вот прям наполненную то есть я почувствовала себя очень хорошо то есть даже как-то энергетически вот наполненная и такое вот прям было именно вот в эту практику энергетическое расширение что спасибо всем очень конечно нет особенно на групп ну как-то вот все сердечное душевнее получается вот и у меня еще с процессом нашей группы я наблюдаю что ну прям выражается вот наша практика у меня все время ну такого не было до медитации приглашают в какие-то группы где надо работать со светом вот вчера например мы делали медитацию на предметы я первый раз поехала на сбор мусора ну то есть раздельный сбор мусора и тоже такой был опыт именно ну это получается тоже как предметы вещи которые выбрасывают ну то есть я наблюдаю такую прям как бы последовательность да очень четкую спасибо огромной группе что есть возможность вообще здесь быть спасибо спасибо Елена да спасибо всем что вы приходите потому что действительно вот тут такая ну парадокс знаете как это парадокс парадокс кучки есть такой дилемма кучки вот когда вы берете одну песчинку кладете ее вот одна песчинка это еще это кучка ну вроде бы нет но это одна песчинка кладете вторую это кучка ну еще нет вот две песчинки всего лишь три там четыре-пять и тут мы кладем их кладем кладем и когда кучка образуется непонятно где этот момент то есть нет этого момента когда какое-то количество песчинок превращается в кучку вот мне кажется здесь в группе ну в любой группе это так да где больше там трех наверное начинает образовываться кучка и вроде бы и от каждого зависит что если я не приду то вот ну как бы наверное кучка не исчезнет вот от моего неучастия и в то же время ну как бы если все вот решат что не придем сегодня то кучка исчезнет поэтому вот это вот участие каждого здесь очень важно что вы именно поддерживаете это целые вот эти группы но своим присутствием своим участием это спасибо большое вот а по поводу еще вот состояний ну вот чем мне ну мы здесь вот хотя я предлагаю вот особенно вот сегодня такую более подробную настройку там прохождение по каким-то этапам вот сейчас мы делаем это еще сто пятое десятое но в целом вот если уж такой совсем классический дзэдзэн в стиле сота там ну сегодня там никто вам не будет давать ну вот традиционный никто не дает никаких инструкций просто садись перед стеной смотри в стену и сиди вот просто сидеть и ну вот я это практикую в принципе сам-то для себя я же не делаю там себе настройки эти и вот понятно что каждый раз утром там просыпаешь все время в разных состояниях иногда такой прям проснулся бодренький иногда господи что ж такое это что вот я сегодня такой кстати не очень у меня голова побаливает как-то погода сегодня такая какая-то я там устал что-то вот но вот в то же время как в каком бы вот состоянии ни было если себя удается довести там даже вот если сидеть бывает совсем тяжело сидеть что-нибудь физическое там болеешь там что-то вот хоть на диван сядь и так посиди ну и для меня это все-таки работает именно как-то ну вот я называю это наполнять себя собой особенно это с утра как раз потому что проснулся откуда ты там чего где-то был в этом сне ну какой-то же там такой отрыв от реальности вот от этой от телесности где-то был непонятно где и вот я не знаю как у вас но я обычно после сна такой какой-то вообще между мирами какое-то время пребываю и мне чтобы вот как-то полно плотно вернуться сюда мне нужно дать этому время мне нужно как раз уделить этому внимание наполнить себя собой фактически и поэтому даже вот если действительно в каком-то сонном состоянии в каком-то слабом состоянии не обязательно там сидеть с прямой спиной прислушиваясь к себе в каком вы сейчас переживании в каком состоянии уделяя этому ну как-то мягкого внимания то есть не насилуя себя этой практикой тем не менее дать себе время побыть с собой для того чтобы это наполнение произошло этому надо дать время просто тогда действительно мы ну как бы в течение дня обычно ну я думаю что по своему опыту тоже это скажете что мы чувствуем себя все-таки по-другому день без медитации день с медитацией обычно по-разному проходит мы осознаем эту разницу так вот средний окей сережа ты я вижу поднял руку доброе утро может чуть погромче сейчас да да вот так нормально да получше да ты как это самый пел герой легко в удобном романе тихо вокруг только не спит барсук уши свои он повесил носок и тихо танцует вокруг вот а я это по поводу состояния кучки хотел сказать по поводу кучки мне вспоминается сразу анекдот приходит алкоголик в магазин говорит сколько стоит капля водки нисколько накапывайте мне грамм вместе вот на самом деле про кучку вообще это такая штука она физико-математическая да ну то есть как бы что такое отрезок от нуля до одного да скольких точек он состоит на самом деле из несчетного множества точек причем как бы в строгом математическом смысле из несчетного множества точек вот казалось бы да всего лишь отрезок вот эти тетрадки можно нарисовать и по поводу состояния между прочим с кучкой почему-то я сейчас вот с того что Лена сказала и вот Амаляр то что ты сказал про вот медитация без медитации да и вообще вот это вот как бы больше осознанности больше крупиц осознанности меньше крупиц осознанности вот то есть как бы ну понятно что не всегда получается проводить день так как ты его себе задумал и вообще на самом деле планировать день и думать что он получится будет состоять из тех вот отрезков которые ты как бы себе там где-то представлял накануле или ночью или как это очень наивно потому что случается много всего случайного случается оно случается вот и как бы вот это я не знаю что там настраиваешься на медитацию и тут у тебя убежало молоко на всю плиту а тут дети не поели еще завтрак и надо все это убирать сейчас убирать потому что потом еще что-нибудь оно как ком снежный да вот это можно сказать и но вот я сейчас понимаю что я могу как бы все-таки то есть понимаю что я не могу ничего планировать именно ну как это раскладывая все абсолютно таким полочком порядочным но я если я понимаю принцип что я должен давать у меня же есть свободный минуту чинения если я буду себя кормить этим осознанностью условно говоря я сейчас так очень грубо пытаюсь это объяснить то действительно мне будет я буду устойчив если я буду погружаться вот в эти переживания что мне надо вот это сделать то делать господи где же моя свобода куда она делась я в результате буду погружаться в это дурное состояние в котором я уже ничего вообще делать не могу потому что я думаю начинаю думать что меня на самом деле нет я не ценен как я я ценен только какая-то функция которая выполняет какие-то как пэкмон в игре какие-то эти самые должен кому-то чего-то постоянно должен вот и вот ну вот собственно вот так по поводу настройки я наверное могу даже сказать что сегодня у меня был какой-то инсайд практики я почувствовал насколько это на самом деле важно давать себе время настроиться потому что вот ты говоришь вот сядь перед стеной и сиди да ну то есть да ну то есть ну надо все равно ты должен пойти подумать что надо сесть взять стул там или взять подушку сесть найти эту стену в конце концов который который я медитирую я медитирую в переднюю стенку пианино вот и там как бы такая интересная стенка я там уже много чего я это пианино я его знаю с детства то есть уже я как бы оно гораздо старше чем я я его разглядываю сейчас как новое каждый раз когда я перед ним сижу но вот эта настройка и вот например настройка на дыхание для меня очень важна именно что она должна быть она должна занимать время то есть и потому что вот по мановению палочки как тумблером я не могу включить или выключить это отклик то есть ну вот это как отклик я все время в какие-то физические метафоры сваливаюсь ну то есть как бы это мой язык я на нем говорю вот сейчас секундочку вот это случается видите случается нет просто сейчас к сожалению пойти надо будет вот ну вот про время мне было очень интересно понять что вот именно надо вот ты приходишь ты заезжаешь на эту стоянку условно говоря ты должен встать аккуратно потому что если ты будешь спешить то ты себя побьешь фигурально вот не хочется не хочется вот себя побить раньше времени понятно что жизнь все равно убьет тебя так или иначе в неком смысле метафорическом спасибо что выслушали спасибо но вот это важная тема въезжание в опыт вот опять же есть дзянская это мое любимое одно из выражений близость со всеми вещами вот о чем ты говоришь что когда случается и оно требует от нас какой-то немедленной реакции но опять там вопрос есть ли у меня навык быть с чем-то потому что вот знаете есть такое понятие это же маркс об этом любил говорить отчуждение да вот маркс говорил в контексте там экономики но вот например также кто эрик фрон фром говорил в контексте психологии и мы можем очень много заметить где мы отчуждены от жизни где мы отчуждены от опыта где мы отчуждены от присутствия да мы делаем что-то автоматически там молоко убежал и ты побежал за ним а вот если это быть с этим же убежавшим молоком но быть с ним да вот с любым с любым в общем-то случайностью которая ну как бы получается что мы здесь такой вот дихотомии живем что с одной стороны у нас есть вот эти стрессовые реакции бей-бей-замри да и они в общем-то отчуждают нас от вот этого присутствия да они они делают ну вот там есть определенные маркеры этой стрессовой реакции например вот это там туннельное туннельное видение да когда все ты куда-то вот в нору как у животного и отчуждение от своих переживаний от чувств от какой-то их полноты от глубины вот это вот чувство присутствия и вот то что мы противопоставляем этому то есть фактически такое противоядие против отчуждения собственно вот это вот наполнение сначала мы делаем это медленно медленно вот въезжаем в этот опыт въезжаем настраиваемся настраиваемся постепенно если этот навык нас растет до тогда в том числе в каких-то вот экстремальных условиях там сбивающих с толку сбивающих с вот этого неожиданных стрессовых там ну как бы появляется хотя бы шанс что частично хотя бы это может проявиться в той илиной степени даже если это как бы ну вот какие-то в себе там переживаю одновременность как так что реакция все тоже есть но ты как бы с этой реакции тоже как-то уже можешь быть вот как-то по-другому вот поэтому здесь конечно формальная практика важна моим тренируем этот навык который потом может вот в как в обыденной жизни в каких-то ситуациях непредвиденных и всяких он тоже может включаться уже это и поэтому это нужно насиживать нарабатывать и каждый и каждый день в общем то но натренировать возвращать его себе так что да это важно все окей я прочитаю еще ирина благодарю всем теплого дня татьяна спасибо за практику олег благодарю за практику всем хорошей недели анна слушаю про настройку на пианино и вспоминаю серёжин рассказ про настройку пианино да серёжа кстати кстати да я сейчас отключу камеру но я вас продолжаю слушать спасибо всем за участие окей владимир не слышно вас не слышно звук нет звука пока нет что-то было пробивало что-то но ну да хорошо следующий раз вы выглядите зато как обычно как на картине голландских мастеров когда вижу владимиром я так вот где вы находитесь мне хочется вас обнять владимир просто каждый раз когда я отвечу обнимаю да спасибо я за владимир отвечу спасибо она еще продолжает я тоже сегодня думаю про важность для меня утренних встреч и медитации про мое участие и ответственность за кучку и это или это созависимость но если я прогуливаю вроде мне не так плохо я сильно хуже не становлюсь но с практикой с вами точно лучше спасибо но насчет созависимости зависимости вообще вот тут время от времени такие вопросы поднимаются тоже вот как медитация тоже тоже какая-то там зависимость но мы вообще-то от жизни зависимы как-то от еды и от сна от я там от чая зависим от дома мы зависим от других людей мы постоянно зависим от чего-нибудь поэтому мы не можем избавиться от всех зависимости мне кажется здесь вопрос как раз в тех как бы в выборе более сознательном выборе зависимости вот что меня поддерживает по жизни что мне помогает что меня делает ну как-то лучше что мне лучше жизнь моя делает а что ухудшает что меня как-то разрушает вот мне кажется здесь просто внимание к зависимостям созависимость вот этим и дальше уже какое-то решение для себя что какие зависимости выбирать можно маленькую реман а вчера сделали мой день я надела дорогущий браслет я его весь день сносила не снимала и действительно если там ну вот слово зависимость это реально у меня это пространство где я но открываем себя узнаю лучше и реально вот улучшаю вот такие какие-то происходят лично у меня такие мягкие открытия и удивление и просто благодарность и за вчерашнюю медитацию вообще супер а за сегодня что забыла сказать вот когда свет был не на день а на неделю вот я реально увидела эту неделю каким-то образом вот путь мой через эту неделю и и вот этот цвет я понимаю что я его красиво пройду с очередным украшением которое давно не удивлял очень спасибо можно недельку такое украшение на каждый день свое украшение красиво можно я попробую еще раз да прекрасно вы вы прорвались мне удалось победить свой ноутбук да значит ну у меня сегодня была замечательная практика ну я наверное несколько дней обращаю внимание именно на осознавание осознающего присутствия восприятия да и я благодаря вам Валили про то что понятно что какой-то прием да вот эти качели между внутренним и внешним да я никогда не начинал свою практику хотя сижу довольно давно да вот это да восприятие внешнего и я могу сказать что моя практика стала глубже значит и мой условный внутренний мир стал ясни контрастней чуть-чуть да я лучше развлечают чувства да и благодаря вот нашей ценностной практике даже этому приему да на что еще обратил внимание ну вот и сегодня вот на ну на правильные усилия когда ты не не заставляешь себя воспринимать да вот это вот и вот это тонкое правильное усилие может быть она имеет как раз к тому отношение к правильному усилию восьмеричного пути которое очень важно и в практике и в жизни и вот и вот если вы на это обратили внимание значит я тоже обратил на это внимание и за это благодарен то то что касается простройки важности простройки ну вот не случайно там в тантрических текстах внутри нас внутри человеческого тела солнце луна энергия стихии и так далее если я делаю простройку неважно занимаюсь ли я перед этим йогой часто дзадзин или вот этот дзадзин это это же практически этическая практика выстраивает правильно тело наполняет дыханием открывает каналы и меридианы мы только возвращаемся к самим себе приводит порядок микрокосм приводит порядок макрокосм поэтому вот это вот внимательно постройка для меня очень важно мне не жалко тратить время она и есть практика подготовка спасибо 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 да ну так окей Оля я вижу ты хочешь сказать или Саша кто из вас под именем Оля да я именем Оля а вот тут Оля значит я просто вспомнил как-то связалось сегодняшнее то что Сергей сказал и в прошлый раз значит вот Владимир по поводу поспешай медленно вот 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 это вот интересная вещь что кажется что вот тратишь время да в начале дня там целый час больше два часа почти и может меньше успеешь а оказывается наоборот успеваешь даже больше и вот это отрезки которые Сергей говорил отрезок времени в него на самом деле много очень можно вместить а может так пройти что он хоп прошел и его не заметил и весь день прошел и вся жизнь прошла а на самом деле внутри каждого отрезка минимального отрезка времени существует бесконечное количество моментов которые вы можете видеть и их прожить и наполнить их и для этого вот это нужна настройка и вот я даже когда еду на машине нужно куда-то очень быстро ехать я включаю очень медленную музыку и оказывается при этом она позволяет сделать гораздо больше и гораздо безопаснее реально и в этом смысле тут вот интересная вещь что вот мы всегда говорим что наша медитация это как бы вот есть сансара есть значит вот это нирвана да то есть сансара это про выживание нирвана это вот непонятно что такое а на самом деле вот это нирвана ну то есть то что мы настраиваемся это тоже позволяет нам в каком-то смысле не то что выжить а жить ну и в том числе и выжить то есть я если не настроенный буду там хаотично ехать на машине я просто попаду в аварию а если я настроюсь и буду поспешать медленно то я буду проеду и вот уеду то есть в каком-то смысле это тоже прожить и выживать лучше спасибо саш да я помню давно вот я еще только начинал там все эти медитативные свои практики и я работал там такое институт развития личности называлась организация и мы не только свои тренинги проводили но и вот приглашали там и мы сотрудничали с пламвилледжем этот монастырь тетнатхана и приглашали монахов из пламвилледжа ну и организовывали для них ретриты мы сами участвовали но как организаторы выступали и я там был таким администратором и мне там ключи надо было бегать администрировать все это открывать закрывать и все время это суетился значит как надо все везде успеть и везде и опаздывал вот а вот этот монах который вел он начал как-то ну там просто в традиции тетнатхана там они очень любят ходить ну как медленно ходить вот практика ходьбы это какая-то одна из там больше там внимания уделяется чем практике судьбы сиденья ну так ну много всяких случаев и и вообще вот такой повседневной жизни тоже что-то работе какой-то неспешной но все так вот в таком неспешном ритме вот этот монах он все время так медленно ходил не спеша вот а я все время в мыле когда прибежал прибегал прибегаю туда вот в зал значит что опаздывает мне сейчас срочно открыть дверь а он там уже стоит он уже там он уже пришел вот он никогда никуда не опаздывал хотя вот никогда никогда не спешил у меня это было таким вот уроком да что-то надо ли вот это вот суетиться просто может действительно как-то больше времени чуть больше выделять но оно же его хватит если вот это его как-то распределять если его наполнять своим вниманием да точно у нас есть друг такой японец японец Ничи Мура-сан он вообще уже довольно пожилой он кстати видел взрыв хиросимы в свое время мальчик но он до сих пор работает когда приезжаем я помню мы стоим метро ждем ну куда-то едем на встречу и я такой говорю о поезд подошел давай сядем поедем он так спокойно да на него можно сесть приедем не туда куда хотим да спасибо спешить надо медленно да Инна написала в конце практики выхватила процесс потоковости и бесконечности когда в моменте делаю настройку на неделю и повторяю это каждый день то я продвигаюсь вперед час за часом минута за минутой со всеми оттенками своего намерения Маш ты тоже вижу на руку да доброе утро всем я как-то на все сразу хочу откликнуться и продолжая про кучку и про важность этих встреч я тоже хочу еще раз сказать что для меня они очень важны и ну практика практикой а вот вот эти разговоры для меня это какой-то ну как учебник мудрости наверное потому что слышу о других людей я как-то ну тоже расширяюсь потому что я узнаю другой опыт и кстати очень часто вот темы которые у нас возникают они очень созвучны тому что у меня происходит ну в голове видимо вот и они очень часто дают какой-то ответ прям вот который на тот вопрос который во мне звучит и я не знаю даже как его сформулировать может быть но вот эти разговоры они как-то очень не отвечают и про ну как сейчас нарезка из всего про важность позы и настройки я вот для себя поняла что вот эту саму настройку ну то есть условно говоря позу я могу делать самостоятельную практику и в общем больше может быть и ничего и не надо больше то есть она на меня сама по себе очень влияет я много раз вымечала что сама эта поза действительно дает больше пространства для вмещения каких-то там в том числе негативных эмоций каких-то ну способов проживать их ну очень очень это наглядно прям вот видишь как это происходит и каждый раз такой ну надо же вот вот а и по поводу применения практики как там как вы говорили практическое применение практики да у меня у меня постоянно оно происходит там вот в спорте в моем и вчера я довольно долго тоже очень ярко вспоминала свои ощущения от сидений в формальной практике когда я у меня вчера был веломарафон кросс-контрейный там были горки корни все это было очень долгое и в какой-то момент я естественно устала и думала господи как долго еще ехать и здесь у меня было вот это наблюдение за вот этой второй стрелой когда я ну вот у меня есть дискомфорт ну он есть физически объективно есть но дальше я заметила как я начинаю его накручивать своими мыслями и тем что о боже как еще долго нет я уже совсем не могу нет нет все кошмар кошмар вот это все и когда у меня получилось это убрать то я сразу услышала птичек каких-то поющих увидела солнышко ну как-то думаю ну ладно вот сейчас то нету вот этого ужаса который вот там я знаю там будет большая горка я же в нее не заеду но она же еще там что я не сейчас думаю вот у меня сейчас ровная тропинка вот птички поют ну и чего ты ну в общем очень короче говоря все это очень реально работает в жизни во всяких ситуациях в том числе вот даже в таких странах вот поэтому еще раз вам всем огромное спасибо мне очень приятно быть частью кучки хотя да меня недавно тоже посетило вот это переживание о том что вот как же так я опять куда-то привязалась да ну вот как же так вот я сколько раз тебе в жизни обещала что ну вот это все равно потом будет больно же очень да вот как говорил маленький принц когда даешь себя приручить потом случается и плакать ну вот как бы но она все равно вот спасибо вам за это спасибо да так и надо писать дописала еще спасибо большое совместность пространстве спасибо валерий за сопровождение спасибо всем так вера я вижу первое подняю руку доброе утро доброе я вот хотела немножко с одной стороны откликнуться на об усталости вот и маш говорит я для себя сделала какое-то открытие которое заключается в том что когда вот я смотрю но усталость как на такое вот состояние и пытаюсь отдохнуть я понимаю что мне отдохнуть не удается и в какой-то момент я поняла что мне нужно вот в эту усталость целиком погрузиться и прожить ее телом и получается что вот эта усталость как я увидела потом это не совсем про что-то такое текущее а это как вот клеша да вот она как будто есть и мои попытки отдохнуть они были бегством от этой клеши и когда вот я тотально отдалась этой усталости и вот если я проживала усталость как эмоциональное какое-то переживание типа там вот допустим злость или там печаль и я проживала его телом и мне хотелось быть вот таким прям мешком с землей и кстати вот в этом переживании я очень хорошо чувствовала вес тела который я обычно не могу почувствовать мне нравилось экспериментировать с переходом из этого состояния где я поглощена усталостью и там где усталости нет вот эти вот переходы туда-сюда это как будто вот такой танец он прям был ну телом да вот интересно что действительно когда как будто я не захвачена эту усталость там очень много легкости и это действительно можно сделать ну как бы мгновенный такой переход не то чтобы я лежу отдыхаю да вот я говорю что у меня сейчас нет усталости то как бы я себе переживала и в конце концов я вот обнаружила себе какую-то точку вот знаете когда вот здесь есть айфон а в середине такая точка тишины как будто ну вот во мне есть вот эти вот игры усталости и не усталости а есть нечто во мне что ну как будто не затронуто всеми некими переживаниями а вот эти игры они как будто и существуют часть тела она как будто устала часть тела как будто не устала и ну когда вот я тотально вот прожила да вот это переживание и относилась к мне действительно как к некому национальному захваченному состоянию то я поняла что я чувствую сейчас столько легкости и никогда бы не подумала что вот но вот на что-то можно посмотреть действительно как ну какой-то как клеша и у меня какое-то открытие вот этим поделиться я поняла что на самом деле очень многие моменты в жизни они кажутся чем-то текущим вот как усталость а на самом деле это вот действительно некое захваченность состоянием которое на эмоциональном и на каком-то вот уровне немножко другом находит спасибо ну и вот здесь я еще хотел добавить в принципе то о чем мы уже говорили вот с Сережей что как вот разные способы взаимодействия с этими состояниями то есть так же как мы с внешними какими-то ну вот побежать там за это если молоко убежало или что-нибудь делать срочно но ведь мы в этот момент взаимодействуем также с собой ну вот со своими там стрессовой реакцией ну а если это реакция не такая вот мгновенная вот действительно какая-то медленное да переживание вот как усталость например или болезнь или вот какие-то симптомы болезни да тоже может быть с этим по-разному быть вот опять такая внутренняя ну как-то запрограммированная для нас для большинства из нас я думаю что для всех наверное не побоюсь это слово реакция это какого-то избегания как раз да вот если усталость мне нужно как-то уйти от своей усталости чтобы вот не чувствовать это мне нужно что-то сделать другое мне нужно не касаться этого переживания там болезнь каких-то симптомов болезни любого вот этого неприятного переживания получается что мы парадоксальному парадоксально используем метод мы наоборот приближаемся к этому состоянию мы его вот обнимаем как-то мы говорим окей усталость я побуду со своей усталостью вот как она проявляется как я чувствую опять щадяще может быть там то есть не обязательно если я действительно устал мне не обязательно вот сидеть там с этой прямой спиной может быть мне в кресле посидеть в этот момент но я все равно буду с этим переживанием с этим как наполняя себя им и его наполняя собой и вот там дальше что-то разворачивается другое там действительно может произойти какой-то более глубокий отдых чем если бы я пытался все время убежать от своей усталости то есть так же если у меня там какие-то симптомы заболевания если я с ними побуду с какой-то болью с какой-то вот трудностью внутреннее переживание оно ну как будто часто я например такое переживаю что как-то проходишь сквозь это и как-то вот оно меняется в любом случае что-то трансформируется и ну и как-то улучшается в общем-то в целом но это вот как раз способ такой не отчуждаться а наоборот входить в контакт более полный с этим окей ну давайте же мы все-таки завершим сегодня сегодня спасибо всем за соучастие за практику за разговор это тоже практика разговор и до следующих встреч до завтра пока 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 не пока пока Продолжение следует...